дальнего востока сам есть ближний восток есть дальний восток но когда-то очень давно до учился в русской школе много лет но если вы учились бы в американской вы тоже говорили по-английски так что вот так а вы как вы откуда если не секрет откуда с украины у вас там сейчас как спокойно или пролетают или летают и бомбят пока пролетают но у вас там чего же потом нее объектов нет никаких военных чего у нас нормально должно быть есть но аэродромы вроде бы там уже все закончено с ним или нет я не знаю я просто спрашиваю по мирным жителям стреляет серьезно аэродром это на аэродром это какие мирные жители в роддом подождите так сам роддом а в нем что были прямо вот женщины как говорится и туда все знаете смотрел это видео когда там все очень так туманно я конечно не был там но с точки зрения человек который может снять что-нибудь я конечно не спилберг и даже не фили не но как-то постановочно нет не подумали в этом я не знаю какие видео смотрели на там реально все именно в наших пабликах видно на какой смысл было кидать туда бомбу или кидать туда ракету или бомбить época пр русские военные. меча сам вряд ли вправе администрацию стреляли а попали в роддом в атомную электростанцию стреляли чтобы чтобы потом вся эта чухня разлетелась по всему миру, но это же глупость, девчонки. Почему там видно, есть видео, то есть, и все это, то, что там реально обстрелы. Не, подождите. Обстреливать, тем более, как говорится, там не бомбить, а, ну, как говорится, там, ну, если использование легкого оружия, чтобы захватить и получить над ней контроль, я могу понять. Я когда-то служил в армии, я могу это понять. Но этот самый, чтобы она рванула, ну, это же глупость. Ну, вы бы стали у себя дома стрелять в мину? Нет, конечно. Разлетелось бы все к чертям собачьим, правильно? Украинцы же стреляли, поэтому русские. Ну, подождите. Если там кто-то оборонялся, допустим, украинская стояла, какого-нибудь там, ну, отряд какой-то, да, украинский, а российская армия пыталась взять под контроль эту станцию, ну, понятно, там был какой-то бой. Но идея взорвать электростанцию у России неважно, хоть у Гондураса, но такого быть не может. Ну, да, в Чернобыле тоже расстреляли, и быть такого не может. Не может, конечно. А в Чернобыле таково расстреляли? Ну, в Чернобыле тоже там началась именно война. там разбомбили, и у нас говорили то, что у нас может быть радиация, но все прошло нормально. Ну, так получается, смотрите, захватчики взяли под контроль Чернобыль, и после этого стало все нормально. Ну, наверное, и с этой станцией то же самое, тот же прикол должен был быть. Нет? Мы не знаем. Не, я же никуда вас не агитирую, я просто так размышляю. Потому что, знаете, зачастую люди, ну, послушали телевизор, как говорится, они задумались, а потом, получается, верят в всякую чухню. Вот мы с вами вместе сидим, рассуждаем. Я в Америке, вы у себя. Вот я считаю, что, по-моему, логичнее так. Нет? Возможно. Ну, сами подумайте, допустим, зачем, если, тем более, не хотите вы это слушать. Понятно. Ну, в принципе, сразу было понятно, что вы это не будете слушать. Если бы я сидел сейчас там и поносил Россию, тем более еще, как говорится, президента России всячески обзывал и тому подобное. Вот, вы бы тогда заслушались. Я уверен, прямо-таки сидели бы, наверное, Аленушки и слушали меня, и слушали. А так, блин, нафиг, когда им говоришь, типа, обчинитесь, запомнитесь, блин, вас кинули. Нет. Ну, ладно. А вы откуда? Ей из Америки, штат Невада, город Лас-Вегас. А вы? Ну, так вы за кого? За Украину или за Россию? Я за здравый смысл, девушка. А он зачастую совсем не такой, как телевизор показывает. Вот вы симпатичная, красивая девушка. Вы, я так понимаю, в Украине. А в каком вы городе? Сразу поняла, что не получится втюхать мне славу какого-то. Нахрен мне ее слава? Нет, чтобы с Наташей познакомить. Слава. А с какого города? Город Винница. Винница. У меня друг туда уехал недавно, представляете? Из Лас-Вегаса уехал в Винницу. Именно в Винницу. Или Винницкую область. Вот тут вы меня куда-то, да, и заставили врасплох. Точно не знаю, где это самое, но куда-то туда. Вот месяца, правда, три назад уехал. Говорит, пока не понял ничего. Ну, у него так получилось, у него жена из Украины появилась. Вот. И после, да, после того, как у него появилась жена из Украины, пропал друг, называется у меня. Бывает, а потом приедут вдвоем. Нафиг надо. Вот разведется, пускай приезжает. Ну, зачем же так? Слушайте, я добра хочу своему другу. А, ну вы думаете, что украинские женщины все-таки плохие, да? Нет, у вас такие женщины, я скажу. Тут таких днем с огнем не найдешь. Ну. Не, если на то пошло... Не, ну я ее не знаю особо, видел там пару раз. Но мне показалось, что как-то странно, странная у них пара. Мне так почему-то кажется, что ненадолго. Хотя хрен его знает. Ну, есть просто такие, знаете, как есть конфетный, цветочно-конфетный период. Да, букетно-конфетный. Или букетно-конфетный, да. А потом уже пошла жара на подоконнике. Не, ну я еще знаю своего, так скажем, друга. Ему, я не знаю, он, наверное, уже раз пятый или шестой женится, по-моему. Ого. Поэтому, как бы, да, может это уже привычка. Хотя, честно говоря, в чужом, вдруг ему надоест или уже возраст все-таки скажется. Но, по крайней мере, они тут... А, возможно, он еще своего не нашел. Вот, своего. Поэтому я ему говорил, оставайся, говорю, в Америке, найдешь своего, а не свою. В Америке было бы ему проще, особенно где-нибудь в Сан-Франциско, своего найти. А потом бы он бы мог приехать в Лас-Вегас. Я, по-моему, помог тут зарегистрироваться со своим. И было бы у меня тогда уже два друга, понимаете. А так он женился, и у меня ни одного не осталось. Вот беда. Ну, если честно, нам здесь, да, здесь очень тяжело с друзьями. Тем более, знаете, вот на вот этой всей российской... Раньше, как было, русскоговорящие. И все собирались, пофигу, 8 марта, Новый год и так дальше. И всем было классно. Вот. А сейчас у нас, понимаете ли, из-за, так скажем, вот этих всех событий, теперь я туда не пойду, потому что там эти семьи грызуты, цирковые в это время, вот не поверите, вообще, знаете, называется, вот клон, этот самый цирк не уехал, и клоуны, блин, тоже не уехали. Потому что теперь у них там доходит до абсурда. Особенно, знаете, вот эти акробаты, которые там летают, лавиторы, которые их ловят, да? Они теперь, я не... Этот летит, а тот, который ловит, ааа, русский летит, не буду ловить. Понимаете? Или еще что-нибудь. И тот, вылетая, думает, а этот украинец меня будет теперь ловить сегодня или не будет? Или назло там Путину, блин, нафиг, как говорится, похлопает в ладоши, вместо того, чтобы меня поймать. Там у них до абсурда доходит, вот на данный момент. Вот такой у нас теперь сёркус де Солей. Да, у нас тоже жарко. Ну вот. Так что, все очень здорово, блин. У нас тоже жарко очень. А у вас еще тоже народ разделился? Да. Россия стреляет по нам, бомбит. Подождите, Россия стреляет, это, как говорится, я наслышан. А сам народ-то у вас как? Все прямо хотят отстоять власть, которая в Киеве? Они хотят, Россия хочет захватить полную Украину себе. Да, ну нафига она. Чтобы Украина стала Россией. Да, ну нафиг. Вы серьезно в это верите? А какого черта он сюда поперся? Кто? Путин. Со своими шапками. Подождите, подождите. Насколько я понимаю, и это так, России надо, чтобы Украина была независимой. То есть, на самом деле, сейчас Россия воюет за независимость Украины. Ну, естественно, независимая от Запада. Сразу переключилась. Эх. Ну, вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...